Вологодские ушуисты, воспитанники школы боевых искусств, готовятся к отборочным соревнованиям. В январе им предстоит побороться за место в сборной области и шанс выступить на всероссийских и международных турнирах. С одним из сильнейших спортсменов города Андреем Суманеевым, на которого возлагают особые надежды, пообщались и наши корреспонденты. Это комплекс с обоюдоострым мечом «Дзянь», упражнение, во время которого отрабатывается не только техника атаки и защиты, но и особое умение концентрировать внутреннюю энергию. Андрей Суманеев хорошо разбирается в тонкостях ушу. Десять лет он осваивает древнее боевое искусство. На его счету более двухсот выступлений. Древнее китайское искусство, которое тренировались в монастыре, древние монахи, сейчас это искусство владения телом, владения соперником. Все это требует постоянных тренировок. На занятиях ребята не только изучают комплексы и осваивают движения, они работают над растяжкой и концентрацией. Через месяц им предстоит показать свое мастерство на областном чемпионате. И от этих выступлений будет зависеть, смогут ли спортсмены представлять наш регион на международных состязаниях. Олимпиада боевых искусств в Санкт-Петербурге – это достаточно крупный международный турнир, который собирает порядка 30-35 стран. И в рамках Олимпиады проходят и чемпионаты России, и чемпионаты Европы, и чемпионаты мира. Так Андрей Суманеев в рамках Олимпиады становился чемпионом России. На этих состязаниях вологодский спортсмен выступал уже не один раз и завоевал с десяток медалей. Одна из самых значимых моих медалей – это медали за первое место на международной Олимпиаде «Восток-Запад». Олимпиада 2016 года пройдет в конце весны. Впереди не один месяц подготовки. Андрею, как и остальным ребятам, предстоит не только отрабатывать технику, но и подготовить костюмы. Каждый их элемент имеет особое значение. Дракон – это символ Китая, что я занимаюсь китайскими искусствами. Ну, синий – это цвет мудрости, победы. А красный? А красный – это цвет боя. Бои в ушу тоже есть. Раздел поединков «Полный контакт» называется «Саньда». Технику таких выступлений спортсменам тоже предстоит отрабатывать. Алена Закатаева, Максим Тышковец, Вологда, Портал. Алена Закатаева, Максим Тышковец, Вологда, Портал.